Вредные привычки, рацион питания и физическая активность – это лишь часть вопросов, которые зададут кировчанам. С апреля по квартирам горожан начали ходить медработники. В Центре медицинской профилактики запустили большое исследование, в рамках которого будут опрошены порядка тысячи человек. Зачем? Расскажет Анастасия Шерстнёва. Здравствуйте, меня зовут Шуткина Алина Сергеевна. У вас есть время поучаствовать в опросе? Здравствуйте, да, конечно. Для медсестры Алины Шуткиной это первый визит к пациенту с анкетными листами. И вопросы касаются не самочувствия граждан, а скорее их образа жизни. С помощью этого анкетирования мы определяем факторы риска, а именно табак, то есть курение, потребление алкоголя, по рациону питания, по физической активности. Вопросов немало, поэтому анкетирование занимает минут 40. После чего респондента приглашают в Центр здоровья для сдачи анализов. И Анна Новикова говорит, что такой опрос на пользу не только Минздраву, но и пациентам. Можно без очереди прийти в больницу, сдать анализы, узнать общее состояние своего здоровья, какие-то обследования, за которые не нужно дополнительно платить денежки. Организаторами исследования стали специалисты Центра медицинской профилактики при поддержке Минздрава области. В случайном порядке они выбрали адреса, по которым должны быть проведены опросы. Мониторинг, что отрадно, он и позволяет получить вот эту именно необходимую информацию по состоянию здоровья, по факторам риска и правильно спланировать мероприятие профилактики. То есть мы очень ждем этих результатов. Чем они еще будут важны? То, что можно будет в сравнении отследить каждый регион, посмотреть, чем особенен наш регион. Анкетирование будет проводиться на протяжении двух месяцев. Пока только в Кирове. Но в дальнейшем специалисты хотят расширить географию. Опросить планируют около тысячи жителей города. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов. Бюро новостей Дайвича.